У нас сегодня случился настоящий день обломов. В библиотеке оказался выходной. На Петровский вход, как это называется-то? На Петровский вход заказан за тысячу полтора. Тёма, ну ты уже все шишки собрал. За полторы, за две тысячи билет на один тайм. Да, полторы тысячи билет. Счет на того, что мы приехали за 20 минут до конца тайма, мы, естественно, не пошли за три тысячи. Ну и таймы, и матчи, да. И решили приехать вот сейчас к Александровской лавре. И сейчас мы идем на кладбище, на местное, да? Вот, поэтому я в кладочке. Мы пришли на кладбище. Как видите, здесь похоронения великие. Тут еще на против есть вход. Но мы сначала пошли в этот некрополь, насколько здесь быстрее закроются. Видите, здесь даже похоронение. Мама, ну, она сюда. Здесь бесконечно красиво, несмотря на то, что это кладбище. Это просто, посмотрите сюда. Это просто что-то. Я в музее. Почтенному родителю алкогадарных детей. 1763 год. Только представьте себе, 18 век. Какой человек. Мы сейчас идем во второй некрополь. Мастеров искусств. Здесь попросторнее, да? Ну да, пойдемте с ним сначала. Для меня стало настоящим откровением, что здесь погребен Куинджи. Я очень люблю этого художника, особенно его картины «Вечер на Украине». Обязательно посмотрите. Кто не видел, забыла совершенно снять на могилке Ломоносова. Пожалуйста, на могилу Федору Михайловичу Бестоевскому. В чем не то, что он знал? Представляете? Супругу. Внук писателя тоже здесь. Я очень хочу Куинджи найти, Женя. У тебя карта есть? Давай посмотрим по карте. Маленький не понимает, что на кладбище шуметь здесь нельзя. Хотя, мне кажется, это кладбище такое, ну, оно, конечно, кладбище, но уже музей. 5-4-6. Он Карамзин был, Достоевский и Глинка. Вот, а, 4-5-6. Мы идем сейчас 7 будет, Глинка. Так, и Жуковский и Карамзин, почему мы не рядом совсем? Пойдем посмотрим. Опять! Опять! Такая у нас есть карта. Маленькая. Классненькая. Все самые основные, такие известные творители искусства погребены. Здесь погребен Жуковский Василий Андреевич. Вот его гробница. Как сказать, могила. Я даже не знаю, как... Красиво, очень засаженный бархат целый круг. Все прямо рядом с Ведром Михайловичем. Они вот так вот мимо прошли цинично. Где-то рядышком должен быть Карамзин. Как-то вот совсем тут далеко. Вот, кстати. Жень, Карамзин здесь. Карамзин здесь. Николай Михайлович. И здесь. Я так понимаю, его супруг Екатерина Андреевна. Они вместе. У них, конечно, могилка поскромнее. Чуть-чуть. Вообще, на такие мероприятия нужно хотя бы гвоздички приносить. Мы пришли, но мы спонтанно так, конечно, неожиданно. Даже для нас иных. Сейчас мы идем к могилке Михаила Ивановича Глинки. Здесь очень красиво. Наверное, если здесь жить рядом, можно здесь ходить, медитировать. И мне кажется, такая обстановка очень на творчество влияет. Если нужно написать какую-нибудь статью, какое-нибудь произведение искусства, это то место, куда нужно приходить. Правда, 300 рублей за вход надо заплатить. Нет, не все, я еще Куинджа хочу посетить. Это прямо страшно. Сыночек пошла. Могила Куинджа. Все, в принципе, цель достигнута. В принципе, как Тема себе плохо идет, нам нужно уже двигаться дома, чтобы малышек поспал. Ну что, пойдемте? Папа устал. Ну пойдемте. Где у нас? Сыно, не бегай, пожалуйста, здесь. Молодец. Что у тебя щипет? Ножка щипет. Камушек попал, что ли? Камень. Камень. Пойди снимай, уже запись идет. Все, не нажимай кнопочку. Запись уже идет. Держи. Ну, ты здесь снимай. Хочешь папу, смотри, хочешь папу. Против совета, папа, папа. Пойдемте. Просылочки свои. А там будешь пить. Пойдем. Привет. Пиши, не канайся я. Нет. Пожалуйста. Не снимай. Да, вот не снимай. Сюда, нет. Камень, я куда-то. Георгий Пустоногов здесь погребен. Какая вот моя могила. Известный театральный режиссер. Иван Андреевич Крылов. Пожалуйста. Известный баснописец. Смотрите, какая красотка сидит. Красная. Сейчас мы еще сходим быстренько к Даниле Бодрову. Фух, к Сергею Бодрову. Сейчас мы быстренько сходим к Сергею Бодрову. Ну, к граффити Сергея Бодрова. И поедем уже домой. Уже, к сожалению, время-время. Мы и так целый день сидим в дороге. Поэтому пора ехать. Мы сейчас, если я не ошибаюсь, прямо сразу выйдем к этому граффити. Вот. Желтое здание впереди. Там, вдали, с самой дороги. Вот с другой стороны. Там как раз сейчас люди, видимо, фотографируются. А это кто? Такой маленький. Что это такое? На самом деле, хоть Женька и злится на Тему, мне кажется, он ведет себя. Исключить, что мы целый день на ногах. Просто супер. Он молодец. Надо его поощрить дома сегодня. Дать ему мультики посмотреть. Кстати, штуку нужно уже снять. Прохожу как. Так. Такая классная штука. У нас есть и губернатор города запретил закрашивать такие граффити. Это автора. Автора сейчас покажу. В инстаграме его можно найти вот. Вот, под этим хорстелем. MyForeIsGuy. Гостиница Москва. Ну, у нас сейчас называется отель Москва. И недалеко от этой гостиницы есть бассейн. Буквально во дворе этой гостиницы. Бассейн Наташа с таким странным названием, да. Где мы с мужем, в принципе, и начали, можно сказать, наши отношения. Потому что он был моим тренером. Учил меня плавать. Я не умела плавать. Да, такого сознательного возраста. И мы каждый день практически ходили в этот бассейн. У нас, можно сказать, сблизило. Да, Котыч? Я рассказываю историю про бассейн Наташи, как мы с тобой там завязали. А, с ним связано очень много. У нас, например, тут в Макдональдсе. Вот, Том, у меня сперли кошелек, когда мы после тренировки зашли попить молочного коктейльчика. Тёма, нельзя. И, да, у нас сперли кошелек. Прямо из сумки. Смотри, байки едут. В общем, такая интересная история. Вообще, город у нас, конечно, невероятно красивый. Я хотела показать вкусное мороженое. Куда мы дели упаковку-то? У меня спряталась она куда-то. Вот, очень вкусное мороженое. Если увидите, обязательно купите. Вкусное. У него нет глазури, просто пломбир на палочке. Без консервантов написано, без всяких вредностей. Ну, на самом деле, написано много, что оно действительно вкусное очень. Кост. Около 50 рублей стоит. 60. Но это мы в очень дорогом магазине купили. Я думаю, что... Господи, никак не снять нормально. Вот. Все трясется. Короче, ну, я думаю, суть. А еще я купила вот такую штуку. В ней не очень много калорий. На 100 миллилитров 40 калорий всего. Решила попробовать анис яблоко. Вообще, я газировки всякие не люблю. Меня что-то привлекла бутылка. Мне показалось, что это что-то вкусное. Ну, такое. Наверное, на жару классно. Сильно газировано, это его портит. Ну, и анис, это, конечно, такая вкусняшка на любителя. Ну, не знаю. Так что, если любите такое, присмотритесь. Субтитры сделал DimaTorzok